Добрый вечер, вы смотрите СТВ+. Я Павел Ловчинников. Сегодня гость нашей студии Георгий Сергеевич Лиманский, глава городского округа Самара с июля 97 по октябрь 2006 год. Добрый вечер, Георгий Сергеевич. Добрый вечер, дорогие самарцы. Георгий Сергеевич, ну что, прошли выборы 10 октября, как вы оцениваете их? Ну, я оцениваю выборы как прошедшие грамотно, уверенно. И то, что произошло на выборах, это и должно было произойти. То есть Виктор Александрович Тархов потерпел такое сокрушительное поражение, там 18 процентов, при таком небольшом количестве кандидатов. Это говорит о том, что жители города дали оценку тому, что ничего не сделано. И вот как на телемарафоне, на котором я тоже принимал участие в день выборов, на ТЭРе, телеканале, руководитель, один из руководителей Единой России, господин Хейнштейн, сказал, что говорит, ну вот сейчас Лужкова критикует там убрать корабль с Петром Первым, с Москвы реки и так далее. Говорят, что хоть что-то сделано и что-то обсуждается, что что-то можно убрать. А вот по Тархову даже нечего обсуждать. То есть ничего не сделано. Вот где-то так он сказал. Я, например, с ним полностью согласен, потому что ничего не сделано, а разрушено очень много. И поэтому, конечно, вот как основная такая задача была моя, почему-то я принимал участие в выборах, это чтобы ушел с должности случайно пришедший глава города Виктор Александрович Штаб. Что и произошло. Я уверен, что хуже не будет. Потому что хуже некуда. Юрий Алексеевич, вместе с выборами главы прошли выборы депутатов Городской думы. Распределение комитетов в Городской думе. Вот ваше пояснение. Ну, выборы в Городскую думу это отдельная тема разговоров. Я думаю, может мы даже с вами проведем специальную такую передачу. Потому что там происходила борьба различных промышленно-финансовых группировок, олигофических кланов. Там переходили кандидаты из одной партии в другую. Там снимали, например, 13-й округ. Сняли одного кандидата, начали поддерживать другого. Потом третий перешел в четвертую партию и так далее. А с точки зрения самих процедур выборов, конечно, там были нарушения определенные, когда речь шла о выборах депутатов Городской думы. Ну, в конечном итоге дума состоялась. Я, например, очень доволен, что именно председателем думы избран Фетисов. Это очень такой ответственный человек. Вот в процессе предвыборной кампании, вот когда я посещал микрорайон, ну, в частности, вот был в железнодорожном районе, то о нем отзывались положительные люди. Причем различных социальных групп, даже коммунистов. Вот, ну, женщины, я с ними разговорил, да, вот он проводил праздник и так далее. То есть, это говорит о том, что у него есть контакт с населением. Светлана Бескаравайна, заместительным председателем Городской думы. Ну, а по комитетам я, в принципе, там никого, как бы, вот из состава новых депутатов не знаю. Вот я кого знаю, вот я за них отвечаю и говорю. Вот эти два человека, они действительно будут работать. Но это руководство. Я думаю, что они смогут организовать работу. Вот, в частности, они сейчас, как бы, подключились тоже к проблеме, о которой, я думаю, сегодня мы будем говорить. Это вопиющая проблема, это вандализм по разрушению стадиона «Буревестник». Вот, они должны показать, потому что они избраны, и все депутаты сегодняшние, а вчера они были кандидаты, депутаты, они везде говорили населению, что мы будем укреплять спорт, мы будем работать с молодежью. А тут, как бы, ликвидируется, вообще, впервые в истории города ликвидируется стадион. Вот, открытая такая большая площадка. И никому нет дела. Юрий Алексеевич, возвращаясь к администрации, новые назначения прошли в городской администрации. Опять же, хотелось бы ваши комментарии по кому-то из, может быть, персонали, и вообще, в целом, по ситуации. Ну, если говорить по городской администрации, я думаю, что Дмитрий Азаров, он правильно сделал, что вот основные силы, вот, первые замы, вот, ключевые департаменты, он взял тех людей, с кем он работал раньше, вот, с кем у него уже есть слаженная работа, вот, отношения определенные, потому что это немаловажный фактор. Если говорить вот по департаментам и по главам районных администраций, ну, среди них я могу кого назвать? Ну, Владимира Пархоменко. То есть, он работал со мной, это сейчас назначен глава администрации советского района, он был замглавой города по ОРК работе. Это очень ответственный такой, порядочный, подчеркиваю, порядочный человек, человек, который имеет честь, офицер. А в Раменках, в Кубежском районе, то есть, он еще пришел с первого секретаря райкома, вот, потом он при Олеге Николаевичу Сысуеву работал, значит, при мне тоже работал. Вот, тоже порядочный, добросовестный, самое главное, профессионально грамотный и знает район. Вот, ну, ему, конечно, надо туда молодежь еще усилить, и я думаю, что все будет нормально. Значит, Алла Волчкова, вот, глава Октябрьского района. Единственное, конечно, ей уровень надо было бы повыше, может быть, взять, потому что она имеет высокий потенциал, вот, и организационный, и чисто, ну, такой интеллектуальный, потому что она и ученая. Ну, я думаю, что раз так решили, ну, такое решение принято, значит, так и надо. Вот, она тоже человек, который, ну, скажем, не предает. Вот, если она сейчас работает в команде Азарова, то есть она будет предана и будет работать у него. Она перешла, она тоже работала со мной, перешла от Олега Николаевича Сысуева. Вот, я еще помню, она с флажками там, значит, на стадионе там, то есть проводили мероприятия. Вот, ну, совершенно в другой команде, значит, которая работала, ну, против нас. Ну, тем не менее, то есть профессиональный уровень знания и, как бы, вот, человеческие качества, вот, у нее хорошие. То есть я к ней относился, я отношусь очень хорошо. Вот, я не знаю, почему ее там приписали к команде Сазону, ну, может, потому что она последнее время там работала в губернской думе. Больше времени она все-таки проработала в городской администрации с Олегом Николаевичем Сысуевым. Вот, потом, соответственно, со мной. Вот, остальные назначения, они, ну, Семченко Сергея его перевели в Ленинский район, то есть это, ну, как бы, тоже профессионал, потому что он работал и при Олеге Николаевичем Сысуеве, то есть у него есть опыт работы, я думаю, что он, скажем, справится с этими обязанностями удачно. Вот, остальных я не знаю, вот, промышленный район, там, Кировский район назначение произошло, то есть мне сложно, как бы, оценить. Вот, я знаю, конечно, биографии там, что один, там, из бригады спецназа, там, командир и так далее. То есть, ну, будем уже потом говорить по их делам, потому что военная служба – это одно, гражданская – это совершенно другое. И, конечно, безусловно, надо знать сам район, поэтому вот те люди, которые работают, вот, там, на среднем звене, там, на более низком звене, они должны оставаться, если те, которых Тархов туда натыкал, скажем, они вообще ничего не знают, значит, надо старых возвращать. Те, кто знают, где перекрыть кран, где, наоборот, его открыть, знают систему, знают район, знают каждый дом, то есть такие люди обязательно нужны. Ну, и, конечно, вот из руководителя департамента я не мог не обозначить, это, конечно, Валерий Иванович Кириллов, руководитель департамента здравоохранения, он работал у меня в Думе заместителем, вот, это человек, может, он немного говорит, но зато он всегда делает и отвечает за свои слова, то есть, ну, вот, по крайней мере, по моей с ним работе. И человек не предатель, то есть, он не предает, то есть, он идет, вот, как бы, по дороге, он никогда не влево, там, не вправо, то есть, он идет прямо, вот, и у него есть определенные наработки, вот, есть определенные планы, всегда были, то есть, он, как бы, творческая личность, я думаю, что он внесет дополнительные элементы, дополнительные импульсы в работе здравоохранения. Хотя сейчас очень сложно вообще по всей России, это не значит, что зато там все появится, потому что надо всегда оценивать работу любой структуры, вообще, как все происходит в области, как все происходит в стране. Вот, по здравоохранению выступал и Медведев, президент, и Владимир Владимирович Путин, пример, то есть, они говорили, что надо очень много работать и по оснащению, и по капитальному ремонту, и по оборудованию, особенно по лекарственным препаратам. Поэтому, я думаю, что у Валерия Ивановича очень много будет работы, я вот лично ему желаю от всего чистого сердца удачи, и чтобы он справился с той задачей, которая перед ним поставлена. Я хочу напомнить нашим зрителям, что у нас в студии работает телефон прямого эфира, 927-98-78, мы ждем ваших звонков. Георгий Сергеевич, а пока вопрос к вам очередной. Как вы думаете, сегодня ослабло влияние олигархических групп, финансово-промышленных групп в городе, в области? Ну, я думаю, что с приходом Владимира Владимировича Артикова, ясное дело, что как бы вот это разжижение, оно произошло, это тут даже не стоит обсуждать, и к гадалке не надо ходить. Вот, а те группы, которые сейчас вот остались, там, ну, такие небольшие, там, ну, типа Милеева, там, Шаповал, там и так далее, то есть они все равно находятся в таком металлическом квадрате контроля, на мой взгляд. Я не думаю, что они будут вести себя так фреольно, как они это делали при Титове. Вот это мое мнение. А развитие самого бизнеса, направления, вот многие сейчас вот говорят, ну, вот зачем нам вот там приход инвестиций, приход там предпринимателей из Москвы, из других городов, это очень хорошо, это наоборот здорово, когда приходят инвестиции, когда повышается инвестиционная активность города, пусть приходят и иностранцы, они же ничего не унесут, они будут строить. Вот как в свое время мы строили там Икею, там, значит, метра и так далее. То есть при мне все это построено. Вот если бы не было построено вот такие крупнейшие оптовые центры, то сегодня в Самаре было бы намного хуже, с точки зрения даже ценовой политики. Хотя я понимаю, что цены кусаются. Было бы еще хуже. То есть чем больше рынок, чем больше создается различных направлений деятельности, тем больше рабочих мест, тем больше занятость, тем больше люди получают зарплату. И, соответственно, поступают деньги в бюджеты всех уровней. Как городской, так и областной, так и федеральной. Не знаю, даже люди приезжают и из Ульяновска, и из Тольятти, вот в этих, в частности, в один из этих крупных торговых центров, которые назвали. То есть мы востребованы, и это работает, Георгий Сергеевич. Если я правильно понял, у нас есть звоночек. Алло, алло, мы вас слушаем. Алло. Алло. Да, 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 здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Алла. Георгий Сергеевич, как вы оцениваете работу новой городской власти? Спасибо. А вы сами как оцениваете? Алло. Ну, все, пропало. Пропало. Есть даже песня такая, Алла, да? Ну, что я могу сказать? Инаугурация прошла 10 октября. Вот сейчас говорить о какой-то оценке, это было бы неправильно. Вот я считаю... 14, я имею в виду, извините. 14, 10 выбора, да. 14. Ну, 14 октября. Ну, все равно, время прошло немного. Ну, фактически, сегодня у нас какое число? 4 ноября, то есть еще даже месяца не прошло. Судить надо о работе... Девяностое. Третье. Да, третье. Третье число. Девяностое дней. Вот девяносто дней. То есть, девяносто дней, это выпадает у нас где-то на 14 января, да? 14-15. Как раз перед крещением. Да, да, да. Перед крещением. Поэтому, девяносто дней, каждый глава города, мэр, там, за границей, в России, он должен отчитаться. Что он сделал за этот период? Вот девяносто дней, это отчет. Вот если за девяносто дней сделаны какие-то определенные, ну, эффективные такие действия, то, значит, дальше пойдет все как по маслу. Поэтому вот сейчас девяносто дней, надо вот эти три месяца работать очень активно. То есть, ну, завершать уже быстрее надо, как бы, вот всю эту реорганизацию, там, назначение. Вот понятно, что это все может меняться там, изменятся там и кадры при назначении, потому что кто-то потянул, кто-то нет, кто-то переместился. Ну, девяносто дней это очень важно. И, конечно, сжато, конкретно, надо все-таки представить программу действия. Что будет сделано до конца года, что будет сделано в 2011 году. Вот как это мы делали. Еще, может, со своими там замами и так далее. Потому что люди, это я говорю же мнение людей. То есть, люди довольны результатами выборов, но они хотят увидеть конкретику, что будет вот дальше. Сейчас вот передали какие-то квитанции, там, 13-й принесут там и так далее за тепло. То есть, людям надо разъяснять постоянно. Поэтому вот так вот мы оценивать будем в январе. А сейчас я могу сказать, что, ну, я уже говорил об этом, что Дмитрий Игоревич Азаров, это как бы, ну, современный руководитель, вот, который имеет опыт, у него хорошие отношения с областью. И самое основное, что и губернатор, как бы, тоже на сегодняшний день в той или иной степени несет ответственность за Азарову, потому что он рекомендовал его. И, как бы, вот эта работа с областной и с федеральной властью, то есть, она должна дать определенный результат в работе. Я думаю, конечно, не надо забыть, вот, самую основную такую вопиющую проблему, это, конечно, пробки. Вот даже сейчас вот мы, когда ехали, добирались, ну, это страшно. То есть, надо делать проспект Карл Маркс, магистраль. То, что мы начинали, как бы, с Титовым, то есть, область на себя брала. Сейчас вот я смотрю, вся эта территория, опять там, ларьки, там, ярмарки, там, и прочее, прочее, пивные, там, пивнушки. Мы же полностью очистили, уже готова она была для расширения. Посмотреть, как бы, точки загрузки, сделать, может, путепроводы воздушные такие, ну, через воздух, сделать, как бы, мосты, развязки на некоторых точках, вот, где, как бы, большое скопление. Ну, то есть, посмотреть транспортную схему, исходя, как бы, из справки, которые может представить ГИБДД. То есть, как вот ГАИ смотрят на эти вопросы. Это самый основной, очень важный вопрос с точки зрения, вот, такой социальной, как бы, проблемы города Самара. Я сейчас не беру, там, вот, финансы, там, пенсии, зарплату и так далее. Как бы, очень важный вопрос. Юрий Сергеевич, вы прослужили городу около 10 лет. У вас колоссальный опыт руководителя, безусловно. Что сегодня, по вашему мнению, делается для города правильно, последовательно, ну, и так далее? Делается или, ну, делается, я уже говорил, что сейчас сложно ценить. А что надо делать? Или что, да, что нужно делать для того, чтобы развиваться? Я уже сказал, вот, как бы, надо обязательно транспортные схемы развивать. Это как одна составляющая. Это очень важная составляющая. Вот мы ободную дорогу делали. То есть, я начинал Новосадовый, там, Московское шоссе. Вот, конечно, надо более активно. Я понимаю, что денег не хватает, но, вот, уход, там, на 15-й год, надо, конечно, приблизить станцию Алабина. Пуск поближе ее надо, как бы, сделать. Ну, я думаю, что, наверное, наши руководители постараются как-то, вот, все-таки, протолкнуть этот вопрос. Потому что раньше, если вы помните, я был именно председателем Совета городов, где строились метро. Вот, Россия. И вот я мог, тогда был вхож там к министрам, и я, как бы, все-таки Самару, ну, использовал такой шанс. Ну, грех было бы не использовать, я все-таки проталкнул и денежки, как бы, побольше забирал для Самары. Вот, если нет такой ассоциации, ее надо воссоздать, Азару возглавить и деньги забирать на Самары из федерального бюджета. Вот, и второе, как бы, направление, о которых необходимо сегодня сказать, это, конечно, безусловно, программы защиты, социальной защиты тех слоев населения, которые сегодня, ну, находятся в тяжелом положении. Это малоимущие, это пенсионеры, это ветераны. То есть, программы нужны. Вот, поднять наши программы, у нас вот были программы и по ветеранам, и по инвалидам. То есть, хоть понемножку, но надо помогать. Дети. Дети. То есть, дети, это тоже очень важно, потому что, ну, вот, вечерами тоже иногда едешь там или остановишься, смотришь, ну, как-то они не очень сильно заняты. А тут, вот, видите, ликвидируют там спортивные школы и так далее. Наоборот, надо, исходя из того, что говорит лидер нашей партии «Единая Россия» Владимир Путин, что надо около каждого учебного заведения иметь свой стадион, именно стадион. Чтобы дети бегали, чтобы они физически развивались. Спортивные залы и так далее. Не ночные клубы, где потом валяются шприцы и в подъездах от наркотиков. Так, не бары, не пивнушки, а спортивные сооружения. Вот. Как это делается в Китае? Почему сегодня Китай вот так вот поднимается? Потому что там с детского сада программы, и там действительно, ну, выращивают, что называется, и духовно, и физически здоровую нацию. Вот это сегодня очень важный вопрос. Иосиф Ильич, мы подойдем подробно к вопросу и спорта в том числе, но прежде хочется спросить. Я сказал не спорт, а физкультура. Физкультура, да, массовая физкультура. Но спорт, это очень как бы опасная вещь. И среди, я сам занимался большим спортом, значит, очень много людей, которые болеют. А физкультурой заниматься надо. И полезно. И полезно. Мы сейчас подойдем к этому вопросу более подробно, но прежде, Георгий Ильич, хочется спросить. Вот идея кураторства от области за городами, ваше мнение? Чья, чья? Ну, в частности, вот Дмитрий Ильич Азаров, в том числе, вот недавно сказал о том, что было бы неплохо, если бы за каждым направлением было кураторство со стороны области. Ну, я не слышал, вы это слышали? Да. Вы это слышали, да? По тому или иному направлению, чтобы кто-то из области смотрел, что нужно, как бы совместно пытались решать проблемы. Ну, тут понимать, вот с одной стороны, ну, взять, вот, например, департамент Министерства строительства, да? То есть, это надо иметь специалисты, которые знают работу всех отделов. И чтобы эти отделы, эти отделы слушали этого куратора, то есть, он должен или иметь какой-то статус там, или заместитель, или там руководитель департамента. А если просто будет человек, который курирует, ну, он подошел к другому начальнику отдела, вот ему скажет, ты занимайся своим делом, вот у меня есть это направление. Поэтому этот вопрос такой, он, конечно, правильный, но если это возможно сделать с точки зрения, как бы, вот этой стыковки, вот я помню слова Владимира Владимировича Путина, вот я присутствовал на совещании, он говорил, когда приходится, он когда был президентом, я, говорит, каждый день мерю министров. Вот, мерю каждый день министров, чтобы создавать ситуацию такого коллективного управления. Это президент Путин говорил такие слова. А тут мы назначаем кураторов, то есть, министерств много, и как вот это все будет стыковаться, кто их будет курировать, вот именно их собирать. Тогда, когда водители статус вице-губернатора, как это было в Новгороде Великом, при Ельцине, то есть, кто курировал, как бы, уже непосредственно город, и он тогда всех собирал. Вот, и решал вопросы. Ну, тогда кураторов не было, то есть, ну, вот была такая система. И он же одновременно был этим, главой города, этот вице-губернатор. А так, сама идея, она, идей же очень много хороших, как самое главное, она будет реализована. Да, слова и дела, это согласен разные вещи, главная реализация. Георгий Сергеевич, вот, возвращаясь, наверное, как раз к проблемам общественным, социальным, какие, на ваш взгляд, сегодня наиболее остро стоят в Самаре? Ну, вот, что у нас уходит, конечно, разрушение, вандальное разрушение стадиона Буревестника. Значит, ну, там господин Шаповал, сейчас говорят, он там аффилированный какой-то фильм продал. Ну, это все равно, как бы, за ним все это стоит. То есть, за историю Самары, ни один стадион, вот, открытый, взять, даже отдаленные районы наши, ну, очень хорошие, Красноглининский, там, район, Кубежский, никогда вот эта сама площадка, никогда, если даже продавали заводы, вот, например, Заря стадион, продали завод, продал, но тогда по закону имели парал, там, здание, это, профтехучилище. Ну, сама вот эта, как бы, территория, беговая дорожка и так далее, она оставалась. Вот, что, то, что сегодня происходит, сломали забор, и для наших друзей из Средней Азии, сейчас, там, продолжают строить, значит, киоски, там, на углу, там, какой-то, там, типа, игровой автомат, ну, я каждый день там, и никто, никому нет дела до этого. Я думаю, что, в первую очередь, как бы, депутатам городской думы, вот, которые только избраны, главе города, ну, я думаю, как бы, и силовики области, ну, должны к этому делу подключиться. Ну, мы же самарцы, не как Тархов говорил, а на самом деле, как бы, ну, мы же должны, как бы, уважать себя. Что, вот, один, как бы, человек, ну, или он занес, там, всем, как говорят, в народе. Это в народе говорят. Я разговаривал с людьми, которые живут на территории, прилегающей к этому стадиону. Потому что стадион, как бы, это история нашего города, это история, это старинный стадион. Этого нельзя допустить. Если это будет допущено, то депутаты и губернской думы, и городской думы, как они будут смотреть в глаза потом, когда они пойдут на выборы. Особенно губернская дума, у них выборы через полтора-два года. Поэтому я считаю, что, вот, власть сейчас, она должна, как бы, помочь. Не общественной организации, которая сейчас, вот, ну, выходит, там, на митинги, а сама власть должна, как бы, принять меры. Принять меры. Если даже он официально все это выкупил, сделал, там, ну, нельзя говорить плохо о Егорове. Вот. Ну, по номиналу, там, продал эти, как бы, здания. Потом сделали, как, в целом, комплекс. Но все равно спортивные сооружения, они не имеют права перепрофилировать. Тем более, рядом там находит церковь. И не забывай, что, как говорили священнослужители, там, вот, на этой территории, как бы, кладбище старинное было захоронено. Понимаете, то есть, все это, как бы, очень и очень пахнет вандализмом. Поэтому это дело надо останавливать. Вот, я знаю, что пройдет митинг в 13 часов 9 числа. Вот, где-то рядом здесь у вас адрес. Ну, где-то ниже, вот, где вот эти профилактория, вот туда, чуть пониже, по Советской армии. И желающие, как бы, самарцы, там, депутаты, они должны прийти и показать, вот, свое, как бы, отношение. Вот, выковыривать этого Шаповалова, чтобы он там вышел, там, объяснил, и так далее. Если он даже там уже перепродал кому-то, своим аффилированным людям. Пусть возвращают, там, город. То есть, в свое время, я, например, у, когда пытался этот, Егоров, то же самое, как бы, тогда, там, Вера Лекарева еще крутилась. Ну, я же тогда, Масалова, Александр, то есть, это был, как бы, известный такой, неформал. Я, все-таки, оттуда вытащил этот рынок со стадиона, на Антона Овсенко перевели. Мы за счет города дорожку сделали резину, восстановили, значит, соответственно, ворота, вот, скамейки. То есть, как вот сейчас, вот, это, фактически, муниципальное тоже имущество. Взяли, разрушили все. Все это по документам можно смотреть. И все там, камни валяются, ждут, когда снег выпадет, и потом все забудут, и они там, начнут, там, ковырять, строить что-то. Этого не будет, потому что народ этого не даст. Я чувствую просто пульс народа, что этого не дадут простые люди сделать, рядовые граждане Самары. Георгий Сергеевич, в ваш адрес поступает очень много вопросов по телефону, в частности. Это, если позволите, личный, может быть, вопрос. Вы сможете к нам подъезжать более регулярно для того, чтобы, ну, скажем, отвечать на те вопросы, которые поступают в ваш адрес? Подъезжать не смогу, а приезжать смогу. Ну, только, конечно, не так часто, ну, может, один раз в месяц, там, как-то. Вот, если будут накапливаться, действительно, те вопросы, которые необходимы для обсуждения. Потому что у меня есть сайт, вот сейчас сайт, как бы, он очень активно работает. Вот уже можно просто даже по-русски писать просто Георгий Лемацкий, и сразу, как бы, и в Яндексе, и в поисковиках, там сразу, как бы, пробиваются. Письма поступают, они, конечно, там не прочитываются, но я их читаю, все письма. Значит, все письма, они отрабатываются, отрабатываются даже, и вот я вам передаю дежурный по городу. Вот, передал часть Дмитрию Азарову, когда он еще был кандидатом на должность главы города. Да я думаю, что он их должен запустить, около 30, а всего где-то, ну, 130 писем поступило. Вот. И вопросы, которые нерешаемые, но все равно будут направлены в те службы, вот, в социальные службы, там, по трудоустройству, которые будут вопросы эти продвигать. То есть, я ни одно обращение, ни одно обращение, вот я говорю тем людям, которые обращаются на сайт мой, не будет оставлено без внимания. Я не говорю, что будет обязательно там положительный результат. Нет. Потому что такого, ну, не бывает в жизни. Но все равно будет какое-то продвижение. Вот, я вспоминаю первые свои выборы 94-го года, я когда шел депутатом в губерненскую думу, кандидатом. Вот, я тогда обещал каждой семье в Солнечном микрорайоне поставить телефон. Вот. Я тогда собрал количество заявок на период, когда я баллотировался. Было 29 тысяч. И всем 29 тысячам я поставил телефон. Вот так должны, как бы, работать и другие депутаты. Вот, если они что-то обещают, значит, они должны, соответственно, как бы, выполнять. Поэтому через сайт, через обращение, через серьезные какие-то моменты, необходимо выходить на меня. А я уже потом буду делать соответствующий вывод, почему я сейчас вспомнил свой пример. Потому что вопросы, которые задают мне, это вопросы, которые относятся к депутатам городской думы, депутату по округу, ну, например, Кировского района, там, Железнодорожного района, депутату городской, губернской думы. То есть, это говорит о чем? О том, что они недорабатывают. То есть, им меньше надо сидеть, как бы, на заседаниях, а больше общаться с населением. Вот, люди это очень желают и хотят. Больше общаться надо с людьми. Да, пошумят, покритикуют. Но все равно, ну, вот, без кровати, я ее уже упоминал несколько раз. Вот, она действительно так работает. Молодец. То есть, она общается, она устает, но она общается с людьми. Она им объясняет. Объясняет, и люди это понимают. Поворчат, но все равно понимают. Депутаты, это и есть, как бы, ну, представители населения. А как подруг? Вот, я голосовал за Кузина. Вот, за Кузина. От Единой России. Я, честно говоря, ну, его не знал. Я просто, как бы, ну, поверил, просто, что партия не выдвинет кого угодно. То есть, вот, через какое-то время, вот, я с Кузина уже буду спрашивать за стадион Буревеси. С депутата Кузина. Георгий Сеевич, время подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в эфир. Ну, а наших зрителей, разумеется, благодарю за то, что вы нас смотрели. Напоминаю, у нас в гостях был Георгий Лиманский, глава города Самары с июля 97 по октябрь 2006 год. Спасибо вам, Георгий Сеевич. Спасибо, всего вам доброго, удачи. И самое главное, оптимизм в жизни. Спасибо. 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 Город над рекой, селью весною, светится огнями ночью до зари. Льются над Самарой песни под гитарой, и поют волжанкам парни-волгари. Волга на рассвете радостно приветит всех друзей хороших лаской и добром. Ну, а если летом гости к нам приедут, мы их с песней встретим в парке городском. Самара, 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 любимая сердцу земля. Самара, 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 надежда и гордость моя. В центре всей России город наш красивый, в Жигулях привольных это не секрет. С радостью большую, трудимся с душой, и девчат самарских краши в мире. Солнце на закате, в голубом наряде, ярко озаряет вольные края. И всегда со мною летом и зимой, милая Самара, родина моя. Самара, 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 родная моя сторона. Самара, 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 прекрасна на все времена. Самара, 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 любимая сердцу земля Самара, 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 надежда и гордость моя Самара, 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 любимая сердцу земля Самара, 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 надежда и гордость моя Самара, 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 родная моя сторона Самара, 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 прекрасна на все времена Самара, 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 любимая сердцу земля Самара, 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 надежда и гордость моя Самара, 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 надежда и гордость моя Самара, самара Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok